Здравствуйте! Я Эрнесс Макаренко, глава муниципального округа Новоперезелкина. Очень рад видеть вас в эфире. Мы хотим показать жителям Новоперезелкина, как служит призывник из нашего района. Хотелось узнать, Сергей, как вообще пошел в десант? По своему желанию или тебе предложили? Готовился к службе в армии? Конечно, готовился, отучился, потом пошел в армию. Сколько уже служишь? Четыре месяца. Четыре месяца. Какие впечатления от службы? Только положительные. Как интересно, ожидания от службы, какие были, они совпали с реальностью? Какие впечатления? Впечатления хорошие. Ожидал, что ожидал, то, в принципе, и вышло. Что ожидал? Я ожидал, что в ДВ там все будет. Заниматься больше спортом, прыжки будут. В принципе, так оно все и есть. Занимаемся спортом. Много заниматься спортом. Прыгнем, точно. Ну, ждал, что вы получили. Что, на твой взгляд, самое тяжелое в твоей сейчас службе? И что интересно в этой службе? Самое тяжелое? Поначалу самое тяжелое было привыкнуть до всей этой атмосферы. А самое интересное, то, что новые знакомства, новые ощущения, новые, ну, все новое. Стреляем много, тоже интереснее. Всякие, как сказать, сборы, сборы. Как, уже прослужив 4 месяца, какое ощущение у тебя уже, как у защитника, зачем нужна служба в армии? Вот как ты сейчас это ощущаешь, став полноценным десантником? Ну, самое, наверное, первое, это для себя понять, что такое армия. Ощутить на своей шкуре, что такое армия. Не каждый сможет, не каждый хочет идти в армию, то есть, боится чего-то. А стоит бояться? Да нет, бояться тут нечего. Друзьям посоветовал бы служить в десантных войсках и вообще в армии? Конечно, конечно, многим бы друзьям посоветовал бы служить. Ну, не только ВДВ, вообще, в общем, таким разом. Тем более, сейчас год, думаю, это не ерунда. Хочу первым делом передать привет родителям. Все нормально, встречайте, маму папу раслюбил. Скоро вернусь домой. Всем друзьям, которые живут в этом районе, тоже передаю привет. Кто не ушел, скорее идите. Кто ушел, скорее приходите. КОНЕЦ